Всем хорошего вечера, смотря у кого чего, у кого какое сейчас время суток. Мы все, я знаю, что в разных часовых поясах находимся. Если вы смотрите в прямом эфире, то в любом случае я очень рада, что вы здесь со мной. Подскажите, все ли хорошо видно, что все ли хорошо слышно. И мы сегодня стартуем очень интересную тему – работа по референсам. Сегодня будет такой немножко необычный дизайн, не такой, чтобы, знаете, его прям быстро повторить. Сегодня я подобрала для вас вот такой вот лук, лук-лучок. Очень красивая блузка на таком нежном, молочном, такой цвет яичной скорлупы фоне. Хаотичными мазками, да, с какими-то немножечко абстрактными линиями, как будто бы это набросок. И проглядывается, просматривается лицо, не сильно четкое, да, и очень красиво. Мне нравится здесь по цветовым пятнам. И я подобрала его тоже еще и потому, что коллекция наша новая весенне-летняя «Soul Full Morning», она очень хорошо отражает этот образ и повторяет как раз цвета из этого образа. Сегодня мы с вами будем делать не только дизайн, но и также будем смотреть, как это можно между друг другом сочетать. Потому что одно из моих любимейших просто направлений – это сеты. Сеты – это у нас коллекции на 5-10 ногтей, да, на 4, на 5, на 10 ногтей. И как раз моя, знаете, страсть – это как раз подбор вот таких вот сетов. Я очень люблю необычные сеты. И мы потренируемся сегодня с вами также составлять их. Итак, сегодня у меня на повестке дня два дизайна. Один дизайн у меня в комментариях просили показать градиент по акрилу. Поэтому у меня будет градиентный один дизайн. А второй у меня будет дизайн сложный достаточно, но я думаю, что интересный для вас. Это у меня будет лицо, изображение лица, поскольку у нас в референсе тоже есть изображение лица. И до эфира я уже немножко подготовила типсик и прикрепила на него вот такие вот мазки. Хаотичные из Nail Dress – это слайдеры. Номер 107 – Вдохновение. Мне кажется, они очень классно тоже отражают настроение этого образа. Давайте вот так вот приложим. Как-то так очень плохо видно на экране. Вот так, наверное, да? Как раз здесь такие хаотичные мазки. И здесь в слайдере 107 – Вдохновение – тоже такие же очень красивые цветовые сочетания и хаотичные мазки. Когда вы рисуете, конечно же, лицо в таких мазках, это, знаете, на мой взгляд, одно из самых интереснейших упражнений и интереснейших занятий. Конечно, оно не из легких, да, давайте честно. Здесь вам нужно приложить все свое вдохновение, свое такое абстрактное мышление, чтобы сделать такой дизайн. Но результат обычно всегда очень сильно меня радует. И он получается крайне необычный, знаете, не такой, как я вижу везде повсеместно. Давайте пока начнем с более привычного, с градиента. Я сделаю его сначала по-мокрому. Наношу серый оттенок, поскольку серый оттенок, девочки, он очень хорошо миксуется с любыми оттенками. Он очень нейтральный. Очень нейтральный. И пока мы по-сырому будем смешивать, Я бы вам советовала наносить тоненько-тоненько прямо, потому что пока смешиваете по-сырому, очень много всего стекает вниз. Так, прямо вот тоненько наносим. И бока в основном текут, ну, подтекают, сползают вниз, пока перемешиваем. Поэтому лучше, когда по-сырому смешиваете, прямо тоненькие слои делайте. Потому что тем более у нас это первый слой. Смешиваем розовый с голубым. Получается нежно-сиреневый. И пока это выглядит будет не очень красиво. Я это понимаю осознанно. Потому что это мой первый проход. И дальше я еще буду доделывать. Сейчас пока просто стаскиваю вниз рядами. И убираю заодно излишки материала. Разбиваем границу. Пока видны мазки. Еще от кисточки. Просто вниз, как грабельками, стягиваем. И каждый раз убираем излишки. Теперь ставим ворс перпендикулярно. И вот такой вот дрожалочкой проходимся от одного края до другого. Смешивая эти цвета между друг другом. Нужна, конечно, некоторая сноровка, чтобы так перемешать. Но сейчас мы пока делаем это как черновик. Теперь берем акрил. Желательно, чтобы он был прозрачный. Чтобы не давал вам других оттенков нежелательных. И посыпаем. Посыпаем, излишки стряхиваем. У меня вот такая большая банка с акрилом. Очень удобно, чтобы ничего не подстилать. И сразу излишки убирать в баночку. Прямо у клиента очень похожа вот эта прозрачная штука на пальчик. Да, с подушечками по бокам. Поэтому прям так вот посыпаете. Можно это делать ложечкой, типсом. И по пальчику немножко постукивая, излишки убираете. В принципе, уже достаточно мягенько получается переход цвета. Но мы все равно поправим. Давайте посушим. Так, для того, чтобы сделать вам лицо. Для того, чтобы сделать лицо. Я здесь немножко наметила, конечно, до эфира. Чтобы, знаете, долго не думать, где чего. И мне вот в этих темных пятнышках видятся глазки. И вот в этом пятне мне как раз видится подчеркивание овала лица. В середине нос, губы. Я чуть-чуть прямо наметила, чтобы в эфире не сбиться. И когда вы рисуете, лицо все решает светотень. Я намешала эмпасту с вельвет топ гелем, чтобы у меня получилась такая серая дымка. И я начинаю сначала выделять нос. Нос выделяю по бокам, потому что стенки носа обычно у нас темнее, чем сам нос. Да, и у нас уже начинает виднеться контур носа. Дальше мы выделяем окончание брови и всю бровь. Бровь достаточно темная у нас на лице вещь. Поэтому сразу можно тоже оттенить ее. И вторую также можно наметить. Тут все корректируется, поэтому это просто пока разметка. Глаз сам по себе тоже достаточно темный. Но у нас уже существует два темных пятнышка под глаза. Поэтому мы можем тут особо не затемнять. Просто немножко наметить. Под бровкой у нас обычно светло. А вот именно само веко, оно делится на подвижное и неподвижное. Поэтому в принципе можно тоже все там затемнить побольше. В основном все, что под бровью переносится, тоже у нас в тени. Дальше самое темное место, это верхняя губа. Можно смело ее сразу делать, тоже темненькой. Следующее темное место в лице, это под губой, между губой и подбородком. Между нижней губой и подбородком такая есть темненькая ложбиночка, которая как раз подбородок и выделяет от верхней губы. Тоже сразу можно ее наметить. Также у нас темно под подбородком, между подбородком и шеей. И шея у нас тоже практически вся в тени, если свет падает на лицо. Поэтому там мы тоже оттеняем овал лица и намечаем, где у нас может быть шея, тоже сразу тенью. Что еще темное? Скулы. Под щечками, под кругленькими, под выпуклыми у нас находятся скулы. И скулы тоже достаточно темные. Да, вот здесь у меня, например, само пятнышко уже, вот это вот, определяет темноту скулы. Вот вы сейчас уже можете видеть небольшие очертания лица. Да? Как оно будет выглядеть? Мы можем наметить еще некоторые тоже серые пятнышки, которые просто нам будут давать какую-то тень. Прямо хаотично можно их намечать. И кладем сушиться в лампу. Пока тени наши сохнут, мы с вами доделываем наш градиент. Теперь мы берем с вами цвета. Сначала берем нижний цвет, серенький. И прямо вот тоненько-тоненько его накладываем и растаптываем, чтобы у нас просто поверхность была немного влажноватая. Прямо вбиваем в тот цвет, который был. По рыхлой поверхности у нас очень хорошо будет растаптываться, потому что у нас уже не мазки будут, а как будто маленькие крупинки. И поэтому очень получается плавный переход. Тоненько также накладываем полосочку голубого. И тоже здесь у нас уже идет не кисть для градиента, а здесь прямо мы растаптываем, поэтому нам нужно с силой действовать, с некоторым усилием. Поэтому здесь у нас уже идет вход мазковая кисточка. И тут тоже растаптываем. Излишки каждый раз убираем, как только кисть грязная растоптали. Дальше можно положить, например, сиреневый, потому что розовый с голубым получается сиреневый. Здесь, конечно, нам не нужны оттенки, которые при смешении дают грязные цвета. Например, красный и зеленый, они в смешении дают коричневый, поэтому на пересечении будет грязь. Нам нужны только цвета, которые между собой перемешиваясь, либо дают еще один цвет, либо просто дополняют друг друга. Это называется родственные цвета. Так же розовый накладываем на поверхности возле кутикулы. Излишек убираю. Мне нужна лишь тонкая-тонкая пленка из цвета. И растаптываю, прям смешивая с сиреневым, смешивая с голубым, с силой, втаптывая мою рыхлую поверхность. Все, сушим. Так, дальше мы с вами можем в нашем лице взять эмпасту чистую в чистом виде и наметить, где у нас будут с вами еще тени. Итак, тень у нас будет явно вот здесь вот у брови. Прямо кончик бровки. Он у нас достаточно темный. И мы, наметив уже заранее, можем обрисовать его и немножко потушевать поматовой поверхности. И это достаточно легко сделать. И у нас появляются брови. Дальше, что мы делаем? Вот здесь вот, где переносится, ставим две точечки. И растушевываем в обратную сторону кончику брови. Здесь у нас тоже получается такая теневая история. Дальше, нам нужно определить, где у нас заканчивается нос. И чуть-чуть тоже потушевать. А также определить, где у нас будут заканчиваться ноздри. И поставить как раз сами ноздри. Две черненькие точечки. Они одни из самых темных на лице. Также мы можем сразу же очертить контур носа. И можем еще что сразу сделать. Можем очертить верхнюю контур губы. Потому что обычно он самый-самый темный тоже. Также очень темно всегда у нас в уголках губ. Поэтому мы можем сразу туда поставить такие две точечки. Сразу же можем подчеркнуть губу верхнюю. Потому что между губами у нас всегда темная полоска. Также находится. И подчеркнуть нижнюю губу. Потому что она у нас всегда тоже отдает тень. Что еще можем сделать? Можем подчеркнуть подбородок. Прям сделать маленькую такую вот чиру. И чуть-чуть ее потушевать. Чтобы она не была прям такой отчетливой. И также можем сразу же подчеркнуть подбородок. И уйти в овал лица. Можно наметить шею. Тем более, что у нас такой достаточно абстрактный, линеарный рисунок. Мы можем, например, сделать как? Можем сделать линию какую-то из ниоткуда. Которая нам будет сама собой отделять скулу. Например. И, допустим, увести овал лица тоже в какую-то дальнюю даль. Поскольку у нас достаточно все здесь абстрактно. У нас нету какого-то конкретного изображения. Можем, допустим, здесь там добавить какую-то точечку. Где у нас вот здесь уже есть. И также, например, здесь у нас темное пятно. Мы можем еще одно темное пятно добавить. И, допустим, еще одно. И посушим. Так, здесь мы перекрываем матовым топом наш градиент. И можем уже рисовать что-то на поверхности, например. Да, какой-то линеарный рисунок. Можем, например, покидать просто гель и паутинка. Потому что у нас по референсу такое достаточно абстрактные мазки. Можем отпечатать также стемпинг. Да, что-то можем сделать такое, что нам даст черную графичную абстракцию. Дальше здесь доделываем глаза. Глаза вообще самое сложное из всего. Поэтому здесь мы, наверное, прорисуем только вот этот глаз. А здесь сделаем просто контурный рисунок. Так, определяем, где будет верхнее веко. И также определяем, где окончание подвижного века. Подвижный век – это то веко, которое у вас моргает. За ним обычный тень. А до него свет. Можно также обозначить бровь более четко. Чтобы было понятно, где она заканчивается. Зрачок. Все, теперь у нас уже смотрит на нас наше лицо. Радужка глаза. Теперь уходим в сам глаз. И у глаза есть еще очень такая интересная особенность. Он же круглый у нас вставляется в черепную коробочку. Поэтому, раз он круглый, у него есть еще обычно подглазины. Девочки, я думаю, знают и меня поймут. Поэтому нам тоже их надо немножко обозначить. Если мы хотим добиться какой-то схожести. Можно не так сильно, как я сейчас обозначила. Но я вот склонна к таким вампирьим рожам. Люблю, конечно, прорисовать всякую такую вот складочку. Лишь бы, знаете, старик не получился. Так, а здесь мы просто сделаем графичный рисунок. Да, вот с этой стороны хочу сделать просто графичный рисунок. У меня будет такое подобие глаза. И, допустим, будет вот так вот. Здесь в основном я использую кисти линеарную. Пять нулей. И, конечно, очень большую роль в таких рисунках белый цвет. Да, имеет белый цвет. Потому что до применения белого у нас все такое еще очень невзрачное, непонятное. И когда мы белый применяем, более все становится уже понятно. Поэтому сейчас мы посушим. И начнем рисовать беленьким. Станет более понятно, что я избразила. Сушим. Так, здесь, поскольку у меня сейчас под рукой нету ничего, кроме черной эмпасты, я сделаю просто черной эмпастой. Смотрите, заодно покажу вам универсальную схему абстракции. Я ее обожаю. Вообще она действует всегда. Берете, рисуете линию. Старайтесь ее делать тоненькой. И уводите куда-нибудь. Все равно куда. Нарисовали. Вторую линию смотрите, как делаете. Сначала близко к ней ведете. И потом резко в сторону. Близко и резко в сторону уводите. А третью начинаете далеко и ниже середины резко приводите к первой. А последнюю можно прямо близко-близко и опять резко в сторону, а потом опять близко. И вот такая у вас получается абстракция. И дополняйте просто, например, капельками такими хаотичными. Можно прямо щетку помакать для сметки пыли и поставить вот куда лягут. Вот так и сушим. Так, здесь берем белый. Берем белый. Это у меня будет белая паста. Белый рафинад. Я ее смешаю также с вельвет-топ-гелем, чтобы получилась белая дымка. И сначала выделю белой дымкой только те места, которые у меня будут выделяться. Какие места у нас выделяются больше всего на лице? На лице у нас выделяется всегда больше всего нос. Причем даже не переносится, а именно, да, переносится она обычно в тени. А именно вот сама поверхность носа. Выделили сразу он вперед выпал. Всегда выделяется над верхней губой тонкая полоска. Всегда выделяется на нижней губе чуть-чуть подбородок. Яблочко такое на подбородке. И контур лица. Также можно выделить вот эти места яблочки немножко над скулой. Ну, тут у нас нечему особо выделяться. И еще лоб. Но тут у нас белая и так, поэтому, в принципе, здесь не надо ничего выделять. Сушим. Так, один дизайн у нас готов. Второй прям на подходе. Сейчас уже доделаем. Чуть-чуть подсыхает. И нам осталось с вами перекрыть еще раз топом матовым. Это у меня вельвет топ гель. Перекрываем. И теперь потом мы после просушки расставим только белые блики. Сушим. Здесь можно прямо, знаете, как делать? Вельвет топ. Он высыхает без остаточной липкости. И очень быстро становится матовым. Конечно, чтобы уже клиент ушел и хорошо отходил, лучше его посушить прям две минуты. Но если вы хотите что-то дальше рисовать, как я, да, вот я хочу блики еще расставить, то нам достаточно прямо вот нескольких секунд. Так, и блики. Блики я расставляю. Смотрите, где. Блик у нас пойдет белый. Да, белый. Гель краской белый рафинад также. Самый-самый кончик носа мы ставим блик. Можно даже черкнуть вот так вот, отчеркнуть немножко носик. Дальше. В глазу. В глазу, когда блики ставите, не забывайте, что в двух глазах одинаковые должны быть блики, иначе у вас будет человек косить, будет косой. Можно черкнуть чуть-чуть под бровкой. Можно чуть-чуть черкнуть на подвижном веке. Можно выделить чуть-чуть слезнячок. И также черкнуть под радужкой глаза. Можно самую-самую кромку верхней губы выделить. Можно вот здесь вот над точечкой. И здесь. Можно вот тут на губе. Также можно чуть-чуть на подбородке черкнуть. И контур лица между темным и светлым тоже можно немножко черкнуть, чтобы выделить. Ну и если вам хочется какие-то еще, например, элементы. Допустим, я вот еще хочу пустить вот такую вот прорисовку. Поскольку у нас везде мазки. Хочу вот такой кружок контурный заштриховать тоже полосками. Вот так, например. Да, и где-нибудь еще вот здесь хочу такие же полоски пустить. Или даже, знаете, не такие. Вот такие. И вот тут хочу вот такую штучку сделать. Закрасить геометрическую такую полосочку. Также хочу вот этот треугольничек. Вот такой у меня получился дизайн геометрический с изображением лица. Сейчас посушим быстренько. А пока сушится. А пока сушится, давайте сложим с вами из этого композиции сеты. Кстати говоря, сейчас только что закончился до этого эфир у нас на страничке официальной ВКонтакте, где мы тоже подбирали сеты. Смотрите, какие интересные там были варианты нетривиальные, да, необычные. Мы тоже подбирали под референс. И давайте покажу вам, какой там был референс. Вот такой вот был референс. И как раз мы взяли за основу принт на футболке. Блестящий блеск на штанах, пайетки на штанах, да, цветовую гамму основную взяли, тигра взяли, изображение девушки взяли, растяжки, градиенты разные, которые видны у нее вот здесь вот на футболке тоже взяли за основу дизайн. И по-разному это все разложили, сделали очень интересные подборки. Если интересно, обязательно перейдите, посмотрите, я думаю, будет вам полезно. Так, у нас вот такой вот референс был подобран. Так, ладно, сейчас я возьму руки, чтобы вам было видно. И мы сейчас с вами поскладываем тоже разные варианты из него. Итак, если мы за основу, например, возьмем как большой ноготь, то, что мы сейчас с вами нарисовали лицо. Давайте тут увеличим. Да, то, что нарисовали мы с вами лицо. Что мы можем к этому всему подобрать? Сейчас я подберу и возьму еще раз посмотреть вам. Можем, например, пойти в такую вот абстракцию. В абстракцию. Давайте я сюда поближе поставлю. И, например, дальше взять какие-то вообще молочные, такие вот очень спокойные, абсолютно не кричащие цвета. Можем добавить немножко блеска в конце, либо вообще все сделать однотонным. Получится, я думаю, что очень хорошо и как раз достаточно близко к исходнику. Что еще можем сделать? Можем добавить чуть-чуть желтенького. Вот сюда под конец. Можем, например, добавить, убрать эту всю нежнятину и скромнятину. И немножко еще добавить цвета, например. Вот такой сделать вариант. Можем еще заменить персиковый цвет 410 на розовый, например, либо так, либо можем его увести в конец. А желтенький, допустим, на средний пальчик пустить. Можно так. Можно заменить черно-белую абстракцию, например, либо вот так можно поменять. Тут тяжеловато представить, потому что размер не соответствует, но все равно прикольно. Представьте, это на большой уйдет, а на остальных будет вот такой, например, дизайн перекликаться. Здесь желтый. Потому что желтого тоже достаточно много. Можно также представить этот ноготь как, допустим, средний. Это взять на указательный. А на большой, допустим, вот такую вот пустить штучку. Можем наоборот. Это взять как указательный. Ой, вот так вот вообще классно получается. Мне нравится. Такая интересная очень подборка. Можно поярче сделать, да, вначале. Можно вначале сделать поярче тоже. Тут будет желтенький, тут чуть-чуть желтенького, там чуть-чуть тоже желтенького. Все будет чики-пики. Можно вот так вот сделать, например, тоже классно будет. Да? Такой прямо путешественник во времени, я бы назвала этот сайт, эту подборку. Можно уйти вообще в беж какой-нибудь еще больше. Да? Можно, допустим, вот такую какую-то сделать подборку, либо уже вот такую вот поспокойнее уйти к мизинчику, например, и больше белого акцента сделать на больших ногтях. Можно сделать так же, например, брать этот бежевый и пойти больше по вот такой вот теме. Тоже, мне кажется, очень даже красиво смотрится. И по-новому. Так, можно вообще уйти от этого лица и прийти, допустим, вот к этому лицу. Да, опять же, можно это сделать, допустим, вот так. Тоже интересно получится. Очень необычный. Так, можно... А, вот это я хотела так оставить. И вот так еще попробовать сделать, например, поярче. Более загадочно. Все, мы уже тут в космос полетели, мне кажется, с вами. Так, можно еще, например, сделать вот так. Если мы вот это сюда сделаем. Да, вот так можно разделить. Можно еще вот так разделить. Нет, это уже перебор. Беру свои слова обратно. Можно в желтый уйти. В желтый прикольно получается. Допустим, в желтый, персиковый. Вот, прикольная такая тоже получается. Но чтобы не через один был, можно вот так вот сделать тоже. Допустим, вот такой вариант. Тоже классно будет смотреться. Так, можем вообще поярче еще сделать ярче, да? С плеском что-то. Можем туда вот эту штуку пустить. Здесь можем, наоборот, молочкой ограничиться, чтобы было начало побледнее, а конец поярче, да? Это у нас уходит на большой ноготь. Ну и вот так вот, соответственно, очень мне нравится играться. Я переставляю. И вот так вообще тоже прикольно, кстати, получается. Смотрите, от белого в молочку. Потом яркий и сочный акцент к концу. Ну, тоже получается прикольно. Поэтому я думаю, что когда вы смотрите на референс, да, на какой-то, вы, конечно, можете полностью его повторять. Вы можете отталкиваться просто от него, как от идеи, да? Что-то мне заело. Сейчас еще раз посмотрим. Вы можете полностью его повторять. Можете отталкиваться от него, как от идеи. Можете использовать из него всю цветовую гамму. Можете частично. Но это для вас очень хороший, большой толчок для вашей фантазии. И самое главное, что эта фантазия будет ваша личная. Она будет новой и, возможно, станет новым трендом в дизайне ногтей. Таким образом, вы уже становитесь нейл-кутюрье, да, стилистом именно, а не просто мастером. Поэтому желаю вам вдохновения, желаю вам творческих каких-то новых свершений, да, и, конечно же, желаю вам сочинять новые, новые тренды, которые будут радовать клиентов и которых вы будете с удовольствием наблюдать, что повторяют другие мастера. Но вы будете знать, от чего можно оттолкнуться, чтобы стать лидером в профессии и быть в мейнстриме, а не плести в хвосте всех, кто участвует в этой профессии. Я очень рада была сегодня вам показать свои идеи. Они действительно мои, потому что они как раз взяты из головы. Сегодня такие необычные, может быть, для вас дизайны, но это мои личные фантазии и мое личное воображение. Воображайте, творите. Надеюсь, подарила вам капельку вдохновения. До встречи в следующих эфирах. Пока-пока. До встречи в следующих эфирах.